Всем привет! В прошлом ролике мы показали, с чего начать подготовку при укладке плитки. А сегодня мы расскажем вам о подрезке плиты и инструментах, с помощью которых это можно сделать. Разберем ситуацию на примере мощения в нашем шоу-руме по адресу Тюмень, улица Холодильная, 114. Рисунок мощения на данном объекте сложный и состоит из камней разных цветов, форм, орнаментов. Рассмотрим дорожку из плитки Классика и ее примыкание к центральному кругу из плитки Антик. В форму Классика входит комплект из трех камней разного размера. Это позволяет проще подобрать отрезаемую часть. Сложнее же ситуация с плиткой Лолиния и примыканием ее к дорожке. Участок криволинейный, а в данной форме всего один типоразмер камня, 100 на 200. Поэтому для начала мы выложили пробные ряды, чтобы подобрать оптимальные подрезаемые кусочки вдоль стен. Маленькие кусочки тоже возможны, но следует их плотнее трамбовать после укладки и плотно засыпать швы. Как вы можете видеть, в сердцевине круга плитка образует широкие швы, которые смотрятся неэстетично. Также в широкие швы могут попадать нежелательные предметы. Камни, грязь, мусор. Поэтому эта плитка тоже будет подрезаться. А теперь Александр расскажет нам, чем можно подрезать плитку. Чем же можно резать нашу плитку? Первый способ – гильотина для каменных материалов. Ее можно применять как для стеновых материалов, так и для тротуарной плитки. Отличительная особенность гильотины заключается в том, что она не режет материал, а раскалывает его по линии удара ножом. Скол получается неровным и дополнительно потребуется механическая обработка, чтобы выровнять торец тротуарной плитки. Второй инструмент, который может помочь нам с подрезкой тротуарной плиты – это обычная болгарка с алмазным диском по бетону или по камню. Спил получается более гладкий, не требующий доработки, а также болгарка компактна, что удобно при ее транспортировке. Но у этого инструмента есть свои недостатки. Во-первых, срез болгарки может выйти неровным, под неправильным углом из-за человеческого фактора, а также из-за работы на весу. Второй недостаток – это низкая износостойкость так самой болгарки, так и дисков в связи с бесперерывной работой и перегревом важных элементов инструмента. Камнерезный станок позволяет делать подрезку сложной формы, при этом обеспечивает возможность беспыльной работы. А высокая износостойкость инструмента и алмазного диска позволяет быстро и качественно резать плитку в больших объемах. Не бойтесь подрезать тротуарную плитку в выбор. Верхний цветовой слой не отколется от основного массива плитки, ведь метод производства тротуарной плиты – полусухое вибропрессование, подразумевает изготовление продукции с одновременным твердением и прессованием декоративного слоя и остальной части. Разница между слоями только в добавлении пигмента и придании необычной текстуры верхней поверхности. Итак, мы рассказали, как и чем мы режем тротуарную плитку при укладке. Каким инструментом вам удобнее пользоваться – решайте сами. В зависимости от ситуации и условий работы вам может пригодиться тот или иной инструмент. А может, вы используете все сразу. Подведем итоги. В этом видео мы узнали, как нельзя резать плитку, как делать круговые элементы мощения, как делать плавные дорожки без подрезки плитки. Выбирайте, чем резать плитку – гильотиной, камнерезным станком или болгаркой. На этом примере вы можете еще раз убедиться, что плитка-выбор подойдет для реализации любых идей и проектных решений. В следующий раз мы встретимся с вами непосредственно на законченном объекте. Смотрите каталог на сайте, а также приезжайте в наши офисы продаж. Адреса в описании к видео. А на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и шагайте по плитке нового поколения.